Я видел женщину, у которой 5 сыновей, ей 85, она слепа, она еле ходит, еле. Когда я спросил, мама, почему ты одна идешь по улице, я остановил машину. Еле идет женщина с пакетом, она говорит, сынок, у меня 5 сыновей, и ни одного рядом, я одна живу. Я говорю, что может быть хуже этого? Я говорю, и где же они? Она говорит, кто в Владивостоке? Кто в Ленинграде? Кто в Ростове? Я говорю, и ни разу не приезжают. Она плачет и говорит, сынок, хоть бы звонили, хоть бы звонили. Хочу спросить тех, которые ни разу не звонят материалам, сколько раз ты в сутки смотришь? Сколько раз в сутки ты смотришь в этот телефон? Неужели он тебе дорог, чем мать? Неужели он близок к тебе, чем отец? Неужели он больше всего сделал тебя, чем мать, которая подарила тебе жизнь? Которая потеряла из-за тебя здоровье? Которая потеряла из-за тебя спокойствие? Которая потеряла из-за тебя сон? А потом ты не хочешь ее, великий. Это великая милость Аллаха, равных которой лету после Ислама, после посланника. Нам. Если бы мы знали цену нашим матерям, то мы в день и ночь провели бы возле ее ног, целуя ей ноги беляхи, алейку. И где такие дети сегодня? Она осталась одна, брошенная, никому не нужная. Она стара, она больна, она слаба, она уже некрасивая. Придет и твой час, что и ты согнешься. Придет и твой час, что на тебя просто не захотят посмотреть люди. Дальше что?